Здравствуйте, дорогие мои! К году в 1943 мой прадедушка прислал с фронта фотографию. На ней он был такой красавец, в кожухе, в папахе и с автоматом на груди. И вот его мама глянула на эту фотографию и сказала, «О, Лекса на балалайце играя!» Можно улыбнуться, вот женщина плохо видит, не рассмотрела. А можно задуматься. Мама всегда видит мир по-другому. В этом мире мы всегда дети. И в наших руках должно быть не оружие, а музыкальные инструменты, кисти, краски, кубики. В этом удивительном мире любую проблему можно решить, просто позвав маму. Сегодня у нас в студии не просто мама. Сегодня у нас в студии «Мама в восьмой степени». Это Виктория Могильная, православный публицист «Мама восьмерых детей». Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. Мы поддержим интригу, мы чуть позже расскажем о вас подробнее. Но вот я знаю, что когда вы ехали к нам на программу, вы жили вот совершенно такой, скажем так, не телевизионной проблемой. Вы думали совсем о другом. Расскажите, о чем вы думали, когда к нам ехали, и что сегодня произошло? Да, я в некоторой растерянности, признаюсь честно, нахожусь сейчас, потому что все мои мысли дома, вернее, даже не дома, а в школе, где учится один из наших сыновей. Мне позвонил классный преподаватель и сказал, что вызывает меня завтра в школу, потому что наш сын подрался. Я была предупреждена сыном накануне о том, что это будет возможным, такой вот звонок. Я вот слушаю вас и понимаю, что мысленно где-то подыскиваю правильные слова, потому что завтра мне предстоит встретиться с мамой мальчика, с которым подрался мой сын. А причиной драки стала дама сердца, которую мальчик оскорбил. Она пожаловалась моему сыну, и сын сказал, либо дуэль, либо ты должен извиниться. Мальчик предпочел дуэль. Ну и как там уже закончилось, я так понимаю, что... Ваш сын все дуэль. Не знаю, как можно сказать, в пользу или не в пользу нас, но я вот пребываю, если честно, сейчас в такой растерянности. Завтра придется брать ответственность за поступки сына. Скажите, вот в вашей семье что для детей является самым таким серьезным наказанием? Чего они действительно боятся? Наверное, боятся моего молчания. И было бы, наверное, неправильно думать, что какой-то бойкот является таким инструментом. Но если они меня обидели своим поступком, и я где-то начинаю так вот дистанцироваться от них, то, как они говорили мне позже, что для них это намного действеннее, чем если я повышаю голос. Как-то последние годы уже не было таких ситуаций, когда там мама истерически кричит и пытается что-то донести. Поэтому вот со старшим сыном я сейчас, вот мы с ним беседовали, мне говорят, знаешь, в подростковом возрасте я часто на тебя повышала голос, там учеба, были какие-то конфликты. И я сейчас так об этом жалею, потому что никогда не могла подумать, что он мне будет самым лучшим, самым близким другом. Ну, после мужа, конечно. У нас сейчас с ним удивительные отношения, поэтому вот со следующим сыном, который вот подрался, я уже стараюсь не повторять этих ошибок. Я знаю, что это пройдет, этот возраст, эти гормоны, эти метания, искания и так далее. И стараюсь все-таки, помня, предыдущий опыт, меньше ссориться. На самом деле с нами в студии человек действительно уникальный. Я бы даже сказал, что вот судьба Виктории, она, скажем, круче любого писательского вымысла. Потому что она закончила хореографическое училище, много лет танцевала, выступала в Париже, если я не ошибаюсь, в молодом балете Франции. Она гастролировала фактически по всему миру. И вдруг в один прекрасный день Виктория оставляет балет, выходит замуж за семинариста и впоследствии становится мамой восьмерых детей. Вы знаете, я очень благодарна Богу, что он мне очень рано, это было лет в 16-17, дал возможность увидеть вот такую зеленую улицу в карьере, когда мне предложили контракт в Париже. Мы много путешествовали, было очень много спектаклей. И вроде бы было такое уже присыщение даже. Да, после окончания хореографического училища направление было в наш Киевский театр оперы и балета. И вот как раз у меня оставалось три месяца на решение. И я понимала, что мне уже неинтересно идти дальше, потому что за последний год во Франции, можно сказать, я воцерковилась. Вот такая ностальгия, тоска по дому, по родным и близким. В зарубежной церкви. Да. Она вызывала во мне желание найти этот островок дома где-нибудь в Париже. И я помню, что я ездила на Рю-Дарю в Александр-Невский храм. И вот только там мне было хорошо. И я понимала, что надо принимать решение. Я не смогу служить двум господам. Потому что если делать карьеру, постоянно нужно было подогревать тщеславие. Для того, чтобы стоять в первой линии, быть солисткой, постоянно надо было искать источник. И я когда поняла, что источник этот не может быть источником жизни вечной, я... Вы знаете, это было легко сделать этот выбор. Я не могу сказать, что это как-то так вот... Мне настолько радостно было в церкви на тот момент. Я там встретила настоящую жизнь. И я понимала, что мне очень хочется иметь семью. Вот на тот период, когда я приняла это решение, мне уже просто хотелось каких-то банально кому-то жарить яичницу по утрам. Вот можно так назвать. Я понимала, что не смогу сочетать бесконечные репетиции, спектакли с семейным укладом жизни. Вот все-таки даже по меркам, скажем, наших родителей, 8 детей – это цифра. Я из немногодетной семьи. И мой супруг тоже не из многодетной семьи. Но, воцерковляясь, по мере того, как мы приобретали друзей, уже многодетных родителей, нам очень нравилась эта модель семейного уклада. И тем более, давая положительный ответ на предложение руки и сердца семинариста, я прекрасно понимала, что матушка – это домохозяйка, это тыл батюшки. И, как правило, в священнических семьях в основном много детей. И я понимала, что если я буду матушкой, то это уже как бы неотъемлемая часть. Я хочу сейчас немножечко вот в другом аспекте рассмотреть этот вопрос. Но мы приготовили один сюжет. Вот. И мне нужно сказать только несколько слов. В годы хрущевской оттепели таким вот прорывом информации было кино. Потому что появилось кино, и там вдруг зазвучали те мысли, которые давно были у всех на устах. Нынче таким вот громоотводом, информационным громоотводом являются блогеры. И у меня есть предложение. Давайте посмотрим, что думали о семье, о браке 50 лет назад, и что думают сейчас. Если говорить о счастье, то искренне, чтобы шло не от головы. У нас многие стесняются написать про любовь. Хотя про нее думает любая девчонка. Даже самая несимпатичная. Я, например, хочу встретить такого человека, который любил бы детей. Потому что без них женщина не может быть по-настоящему счастливой. Если не будет войны, я хотела бы иметь двоих мальчиков и двоих девочек. Молчи. Да, двоих мальчиков и двоих девочек. Тогда до конца жизни никто не почувствует себя одиноким. Старшие будут оберегать маленьких. Вот и будет в доме счастье. Лучший фильм по опросу журнала «Советский экран» в 1969 году. И что думают сейчас? Вот классические реплики «Челдфри». Там, когда захожу в кафе, я вижу за столиком людей с детьми и выбираю место к ним спиной. Когда захожу в парк и вижу много людей с детьми, я выхожу из парка. Когда захожу в метро и вижу детей на скамейке, я иду в конец другой вагона. Наверное, у психиатров есть для этого специальное слово. А я просто хочу быть свободной. Если чей-то ребенок громко ревет, а мамаша не хочет его успокаивать, подхожу и говорю. А вы уверены, что вашему ребенку рады? Мне бы очень хотелось, чтобы эти люди изменили свое мнение. Потому что если это убеждение, бывают такие случаи, когда действительно Господь не дает детей. Значит, у Бога свой замысел относительно женщины или мужчины. А это убеждение, конечно, это такая проповедь эгоизма, как мне кажется. Но моя точка зрения для них неприемлема. Поэтому переубеждать кого-то точно никак не переубедит. Я вот то, что прочитал огромное количество этих форумов, основная мысль у них такая. Ну, во-первых, понятно, кто-то хочет для себя пожить. А кто-то считает, что вот как раз люди бездетные, они наиболее, скажем, успешны. Они выстраивают более, скажем, эффектную карьеру. Они приносят, вроде бы как государству, приносят больше пользы. И так далее. То есть такой иногда присутствует чисто такой, как будто меркантильный расчет. Но на самом деле это ведь не так. Потому что по большому счету мощь государства, если так уже разобраться, составляют как раз люди, а вовсе не ресурсы. Правильно? То есть молодые, крепкие, здоровые. Как раз которые берут на себя труд по обеспечиванию вот этих, так называемых, челфри, когда они становятся пожилыми. Они, эти молодые люди, по сути, потом платят налоги, работают в хосписах. Чего греха таить. Правильно? Эти люди работают врачами. Эти люди наполняют бюджет. И заботятся вот об этих... Ну, это прежде всего человеческий ресурс государства. Потому что крепкая семья, это, мне кажется, главная основа. Потому что если человек счастлив в семье, если он трудится над своими отношениями с супругами, с детьми, то это меняет и мир, и окружающий вокруг. Потому что, ну, любить, это все-таки глагол действия. Мы сами меняемся в процессе. И дети, это такой мир, который нас преображает прежде всего. Мы им должны быть благодарны, что это происходит в нашей жизни. Что мы можем увидеть слона, бабочку другими глазами, понимаете? То есть пойти в зоопарк и посмотреть на это все. Вот я это все видела восемь раз. Ну, вот такое у меня простое банальное счастье, я не знаю. И, понимаете, дома престарелых не обязательно, что там только одинокие старики. Там есть и такие родители, у которых есть дети. Но мы можем так воспитать как одного, так и нескольких детей, что они с радостью вырастут и забудут порог нашего дома. То есть мы можем воспитать их ненависть. И поэтому тут больше, конечно, мне кажется, акцент уже на личности родителей. Для Child Free одиночество пока оно слишком далеко. Они не понимают, что придет момент, когда вот тот пресловутый стакан воды будет хотеться взять из родных, из близких рук. Не от сиделки, не от няни. Моя бабушка говорила, что уже на склоне лет, она говорила, что вот я, коли бачу маленькую дитинку, навіть не свою, у меня завжди все, так бы мать, в середине начало... Трентеть. 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 Хочется на эпидепидбигти, что-то ей обвиняти. И когда я понимаю, что есть женщины, которые осуждают по-другому, для меня это некий разрыв реальности. Все-таки существуют женщины, у которых как-то этот материнский инстинкт, он отсутствует, или он пока не проявился. Для любой женщины, роды, дети – это колоссальное испытание. И я помню свое состояние с первыми родами. Мне казалось, что я умерла. Потому что я месяца три после первых родов, я просто плакала круглосуточно. Я понимала, что это гормоны, что это послеродовая депрессия, ничего подобного. Этого больше никогда со мной не повторилось. Ни со вторым, ни с пятым, ни с шестым ребенком. Это сейчас я понимаю, что это была такая встреча с личным эгоизмом. Когда больше не было меня независимой, самостоятельной. Я не могла спать, когда хочу, есть, когда хочу. Вот это маленькое существо теперь полностью распоряжалось моим временем и мной. Вот эта смерть моего эгоизма, я очень тяжело переживала это с первым ребенком. Поэтому это испытание для любой женщины. И тут надо быть искренним, откровенным. Если женщина не готова, мы как бы с вами сейчас не рассуждали, это внутреннее должно созреть, это желание, это стремление. Некоторые люди говорят, вот пока что мы финансово несостоятельны. Мы пока не можем себе позволить ребенка. И они откладывают, откладывают. Вот что вы ответите тем семьям, которые говорят, а мы вот финансово пока не потянем. Мы пока отложим. Стоит ли бояться заводить ребенка из-за финансовых каких-то трудностей? Мне бы не хотелось сейчас там поучать и выглядеть однозначно. Однозначно, да, говорите? Все в каждый раз, конечно. Ваш опыт. Вот могу говорить только о личном опыте. Я сейчас ни в коем случае не призываю к безответственности. Но, наверное, то, что мы рожали с мужем первых пятерых детей на съемной квартире, это, наверное, выглядит безответственно со стороны. Мы не задумывались над тем, как это все будет, и не пытались предугадать. Есть такие замечательные слова в Евангелии о том, что в защите Царства Божия и правда его, а все остальное приложится. Я могу на сто процентов сказать, что вот эта украинская поговорка, да, даст Бог дитя, даст она дитя, это не какая-то там банальная фраза. Это действительно так. Ты только о чем-то подумаешь, о чем-то там помечтаешь. Может быть, даже совершенно не душеспасительным, как вот в таком, знаете, классическом понимании. А потом улыбаешься, потому что и даже такую мелочь. Господь услышал. Да, как в Киево-Печерском потеряке. Тут же закончился там Елею брать. Старший говорит, ничего, да, все будет хорошо. И в нужный момент приезжает там воз с зерном, с маслом. Это речь уже, знаете, о таком доверии Богу. Это уже вопросы веры, наверное, доверия. И главное не бояться. Виктория, немного провокационный вопрос. Вот, считается, что в православных семьях присутствует элемент патриархата. Ну, в хорошем смысле. Это, безусловно, глава семьи муж. Вот. И вот вопрос. Представим себе православную семью. Вот. У жены, у женщины, у мамы уже есть, например, четыре ребенка. Да, уже есть четверо детей. Вот. И муж говорит, вот будет, давай, вот у нас еще будут детки. В праве ли женщина в православной семье сказать мужу, что, ты знаешь, мне нужна небольшая пауза. Я должна чуть-чуть передохнуть. Давай вот этих деток подыдем. Или она все-таки не имеет права спротивиться воле мужа. Она все-таки должна покориться и покориться мужу и Богу. Вот серьезный вопрос. Я думаю, что он для многих многодетных семей стоит. Да, он действительно провокационный. Это такая очень несколько табуированная тема. И недавно, буквально полгода назад в интернете были очень такие... Жаркие споры. Да, очень жаркие споры. Как следствие, это было одного из интервью священника многодетного, который остался вдовцом и выступил за то, что не надо романтизировать многодетность. Не надо, опять-таки, смотреть сквозь розовые очки. И, знаете, мне кажется, что рождение детей – это не единственная цель в браке. Это не сама цель. И семья – это не гетто, в котором евангельские цитаты, как колючая проволока, нас окружает. Дети – это все-таки следствие, мне кажется, следствие любви, прежде всего. От цветов, к плоду. Да, это плод любви. И идеально, когда у мужа и жены одинаковая степень воцерковленности духовной жизни, можно так сказать. Но если один из супругов познакомился только на пороге венчания с таким спасительным путем, то он еще, наверное, не понимает. Можно же жить, поживать и добра наживать. Зачем вот так спасаться? То есть лишать себя отдыха, тишины и полный комплект, что несет за собой многодетная семья. То есть тут, прежде всего, согласие между супругами. И я встречала такие трагичные, трагические, можно сказать, случаи, когда жена не то что с отвращением относится к супружескому ложу, вызывает у нее дикий страх. И это ненормально. Потому что, как правило, женщины, многие, ладно, не многие, принимают тяжелые нейролептики, антидепрессанты. Если они не были физически или морально готовы к многодетству. Потому что, знаете, можно, конечно, по гордости мнить, что я могу поднять 100-килограммовую штангу, а как ее поставить обратно, об этом не задумываться. И, к сожалению, да, встречаются у нас в православии мужья, которые как бы вот заигрались в кавычках, да, в православии, и считают, что молчи, смиряйся, терпи. Ну, это, опять-таки, это показатель отношений между супругами. Если есть согласие, если и любовь, она, конечно, в праве сказать, что я устала, я больше не могу. И физически это действительно очень тяжело. Вот такой, ну, стоп-режим. Муж, если он как бы мужчина и христианин, он, конечно же, должен услышать своего супруга. Я думаю, что тут, безусловно, это наше мнение, это ни в коем случае не аксиома, правильно? Но я считаю, что в ваших устах эти слова звучат довольно веско, потому что вы знаете, о чем говорите. Если мы говорим о том, что все-таки мама подняла уже деток чуть-чуть, да, и у нее возникают мысли о том, ах, я же всегда мечтала сделать вот это, я хочу заняться вот этим. То есть она начинает вновь открывать в себе возможности самореализовываться, как найти в себе силы и время. И вот, может быть, на вашем личном опыте, когда вы начинали как-то вот новую деятельность, да, что было самым трудным и как оно все было? Желательно, чтобы мама была образована, чтобы она получила какие-то свои дипломы, успела, во всяком случае, если у нее получится получить до брака, потому что это колоссальная ответственность. В руках матерей будущее, да, может быть, это очень пафосно звучит. И математик, и музыкант, и педагог, и психолог, и физрук. Нужно быть разносторонне развитым человеком, потому что, ну, какая мама такая будет, и наше следующее поколение. Самым трудным было, наверное, послушать мужа и не делать в ущерб, ничего в ущерб своему здоровью, своему сну, потому что понятно, что многодетная мама, единственное время, которое полностью принадлежит ей, это ночное время. Когда можно в тишине уединиться, там, пописать, но опять-таки это отдушина, я не отношусь к этому как-то очень серьезно. Вот, когда рождается, обычно этим движет вдохновение. Когда тобой движет вдохновение, ты сел, написал, и это легко идет. То есть, это не то, что вот, знаете, как я работаю где-то, я обязательно должна начальнику сдать план. Тут, наверное, это очень тяжело было бы в моих условиях, потому что все-таки быт, он на первом месте. В основном это кухня, бесконечная готовка, потому что семья 10 человек, это надо завтрак, обед, ужин обеспечить. Поэтому, конечно, это больше такая, когда посещает муза, и вот... Простите, я вас переверну, глядя на вас, поверить в то, что вы стоите на кухне, среди кастрюль, и все так кипит, варится, вы что-то быстро режете, в это поверить просто очень трудно. Я понимаю, что это правда. Я говорю, что я сейчас уже младшему сыну 7 лет, и я уже могу позволить себе светский образ жизни. Вот, и где-то я уединяюсь, опять-таки, потому что муж настоял, что у меня должен быть спорт. Я хожу на тренировки, хожу в спортзал, в бассейн. Меня очень гложет иногда чувство вины, что в это время я могла бы сварить борщ или нажарить блинчик. Может, это время с детьми? Муж, либо на своих социальных послушаниях, как священник, он тоже ведет очень много проектов. Но, опять, я стала уже так много времени посвящать лично себе, когда буквально год-два назад, то есть было лет 13 такого нон-ступа, кормящая беременная и кормящая беременная, а сегодня действительно, по-моему, английская поговорка, жизнь начинается в 40. Вот я могу сказать, что, наверное, в 16 лет для меня 40-летняя женщина, это была уже какая-то такая старуха. А мне кажется, что у меня только все начинается, дети взрослые, нам, неимоверно, супругам интересно с ними рядом находиться, наблюдать. Это уже такое, знаете, такое единство, и совершенно они все разные. Это уже то время, когда дети начинают выступать инициаторами совершенно каких-то неожиданных вещей. Они вдруг привносят новое. То родители всегда что-то стараются, вот давайте, вот возьмем там то. А это уже то время, когда дети привносят какие-то новые интересные идеи, являются уже тоже инициаторами какого-то развития семьи, что самое интересное. Да, я могу сказать, что это такое вот счастье, помноженное на 8. Потому что, когда приходишь домой и со всех комнат несятся, мама пришла. Видите, ну вот оно такое, простое женское банальное счастье. Но я чувствую вот в этот момент, что все эти трудности, все эти сложности, конечно, если сейчас сдаваться и рассказывать, как начинаешь вспоминать, думаешь, как мы это все пережили. Наверное, только по молодости какие-то там детские болезни, какие-то испытания жизненные. Но это все меркнет на фоне того, какую мы получаем колоссальную отдачу. То есть можно сказать, что вот взрослые дети, да, это уже такое плоды мы уже собираем. Но если говорим о патриархальной модели, да, вот муж глава, жена она все-таки немножечко в тени. А ведь бывает наоборот. Как вы относитесь к семье, где главой все-таки является женщина? Она больше зарабатывает, она более уверена в себе, она умеет общаться с людьми. А муж довольствуется ролью вот такого, он сидит с детьми, там бывает даже готовит. Как вы к такой модели относитесь? Ну, я встречала положительные примеры. К сожалению, это было вызвано скорее материальными трудностями в семье, там, где женщина может сегодня заработать больше, чем супруг, к сожалению. Вот, немножко модель противоестественная. Хотя, если женщина, даже если она больше зарабатывает, мудро себя ведет, и приходя домой, она перестает быть начальником, там, или кем она является на работе, то почему бы и нет? Не говорит мужу так, встал по моей руке. Да, да. Ну, почему бы и нет? Да, это несколько противоестественно, потому что все-таки женщина, она более приспособлена к быту. Она может делать несколько вещей одновременно, да, мы прекрасно об этом знаем. Она более терпелива, вынослива, что касается такой вот рутины бытовой. И для мужчины это несколько, ну, как бы не его. Он все-таки был изначально, как бы задуман, наверное, как добытчик. Ну да, там разведчик, куда-то пошел, там что-то разведал. Ну, я встречала счастливые семьи, опять-таки, потому что не сразу, но им удалось построить такие правильные отношения, где муж, конечно, лучше, если папа будет с детьми, чем чужая няня. Вот, опять-таки, приоритеты, как между... Главное, согласие между супругами. Если это никому не мешает, почему бы и нет? Виктория, огромное спасибо за ответ. Я хочу сделать подводку к следующему сюжету. Когда о воспитании говорит человек, у которого своих детей нет, это выглядит, мягко говоря, странно. Но когда о семье рассказывают Виктория и Николай Могильная, которые воспитывают восьмерых детей, это убеждает. Они проводят лекции в галерее Ризницы, чудотворные иконы Афона. Эти лекции называются «Вместе навсегда». Они, кстати, бесплатные, и побывать на них может любой человек. Нам никто ничего не должен. Мы должны... Они нам дали жизнь. Мы должны заботиться, помогать. Не может мама приехать посидеть с внуками, не осуждать, не обижаться. Это очень тяжело иногда, но тогда будет счастье. Об этих курсах узнал мой муж, и я очень рада, что он их отыскал. Очень быстро все случилось, как часто бывает. Ребенок переест, ремонт, свадьба и все, знаете, за два года. Мы абсолютно разные. Папа все дает на курсы. Эти курсы дали нам... Ну, дают. Сейчас только пятая лекция. Понимание, что кардинально разные люди, вот как матушка и отец Николай, они же абсолютно разные, но при этом они умеют быть счастливыми. Вот, и слушая от них ту или иную информацию, ты невольно понимаешь, что если им удалось, то у них есть какие-то азы понимания, на чем можно стоять в семье. Теперь мы подступаем к тому моменту, когда все-таки будем говорить правду. Они затрагивают все темы, которые волнуют каждого человека. Можно иметь много образований, можно быть человеком успешным в бизнесе, в собственном, работая на другого человека. Но никакие знания сухие без такого жизненного примера и опыта, который дают отец Николай и матушка, таких контрастных, они же разные, да, вот люди. Она вот балерина в прошлом, он вообще, скажем так, часто говоришь, что он из деревни родом и так далее. Без таких жизненных примеров все твои знания, они пустые. Насолил уже он ее. Да не насолил он ее, нет, не насолил. У нее глаза горят, она. Может, у нее голова болит? Значит, надо было дома оставаться, сказать, что у меня голова болит, и до свидания. Так у нее так всю жизнь будет голова болеть. Обязательно такие курсы нужно посещать парам, которые еще в себе при этом уверены. Вот я думала, что я аз в психологии, я могу свою семейную жизнь построить так, как я хочу, что я вижу людей насквозь. Наоборот, это отягищает. То есть здесь брат, сестра, и не всегда они, или, как правило, они не будут такими, как мы хотим. Они убрали все какие-то корыстные нюансы отношений и просто оставили то, что в основе должно лежать изначально. Я, конечно же, смотрю по сторонам, кто сидит рядом. Я не могу сказать, что там сидят люди абсолютно воцерковленные. И я это определяю по тому, как они реагируют на то, что говорится батюшка, матушка. Ваши родители, поверьте, переживали все те же ситуации. Плюс-минус. То есть это задевает людей, и это понятно каждому. Потому что это всех волнует. И светских львиц тоже это волнует. Все мои знания психологически приобретенные, мой жизненный опыт был недостаточен для того, чтобы в период тяжелых отношений с супругом я могла вырулить самостоятельно. И я надеюсь, что сейчас, после этих курсов, я все больше и больше буду стараться работать прежде всего над собой. Ну, вот такой вот сюжет. И я думаю, что люди, которые на этих курсах, они действительно как-то где-то так думают. А что вы думаете, когда работаете? Как вы ощущаете аудиторию? Ну, изначально я была категорически против моего личного участия еще в этих курсах, потому что мы с мужем прожили 20 лет, но тем не менее мы все равно еще в пути. Мы отнюдь не та идеальная пара, которая может прийти и сказать всем категорично, мы знаем, как быть счастливыми. Поэтому учить кого-то, для меня эта перспектива меня просто пугала. Для себя, наверное, сейчас уже четвертая группа, мы ведем, для себя открываем просто какие-то такие пробелы в наших личных отношениях, что мы сами находимся в каком-то удивлении. Поэтому, когда видишь эти глаза молодых ребят, у нас есть даже один молодой парень, вот он был показан, он ходит уже второй поток. Он говорит, я первый раз, как я слушал, я половина не понял. Сейчас, говорит, вот второй раз, я теперь наконец-то понимаю, о чем идет речь. И мы тоже точно так же с мужем. Мы часто дискутируем, спорим перед лекцией. И вот находим, потому что мы не всегда согласны с каким-то тезисом или с каким-то утверждением. Когда говоришь молодежи, что конфликт – это здорово, любимая лекция – это о конфликтах. Мы часто с отцом Николаем делимся, не знаю, правильно ли это или нет, что мы делимся каким-то личным опытом, но по смеху в зале, по каким-то там отклику эмоциональному, я понимаю, что люди очень благодарны какой-то правде, искренности о том, что вот вы видите, мы перед вами стоим, мы живы, мы не поубивали друг друга, но у нас были вот такие ситуации, когда чуть ли не до развода. И когда говоришь эту правду, люди успокаиваются, говорят, так не я один такой, значит, это нормально. И когда говорят, что конфликт – это признак того, что вы неравнодушны друг к другу. Хуже, когда люди прожили 25 лет, все было замечательно, а потом они развелись, знаете, одиночество вдвоем. Если люди конфликтуют, это признак живого организма, не трупа, понимаете, как бы. Мы знаем, что со светской аудиторией активно работают светские СМИ. И они, в принципе, в головы засевают определенные стереотипы поведения. Они сидят там вот очень-очень прочно. Нам нужна, чего грехотеть, контрпропаганда. Если мы не хотим потерять вообще вот это поколение, нам нужна контрпропаганда. Как обращаться к светской аудитории? Какие найти для нее слова? Как пропагандировать среди них семейные ценности? Многодетность. Вы знаете, люди ведь очень чувствуют фальшь. Мне кажется, надо быть, а не казаться. Ну, как мы можем пропагандировать? Прийти и сказать, рожайте много детей. Я на себя никогда такую ответственность не возьму. Но если у нас много детей с супругом, и люди видят, что, в принципе, мы не в траурных одеждах, не унываем и не посыпаем голову пеплом, наверное, это и есть какая-то проповедь. И вокруг нас же, посмотрите, храмы переполнены многодетными семьями. Это не потому, что мы такие единственные в своем роде. Это нормальное следствие вот того доверия, о котором мы говорили Богу. Я скажу еще, как зритель, что чисто драматургически, это, видимо, Бог вам дал, но это гениальный ход. Потому что вот вы, которые стараетесь все собрать, перевести в какой-то такой конструктив, в такой канон, в классику, и тут же батюшка, который шутит, смеется. И это здорово, потому что то, что вы говорили, что всегда должен быть конфликт. Но у меня еще есть несколько вопросов, которые касаются именно вот курсов и, скажем, таких азов. Я знаю, что браки совершаются, конечно, на небесах. Но все же, вот если девушка встречается с парнем, и существуют ли какие-то признаки, по которым можно понять, ага, вот он будет хорошим отцом. И наоборот, есть ли признаки, когда надо насторожиться, ага, нет, нет, этот человек очень опасный, не надо, не надо, то есть это что-то не то. Ну, вот есть отдельная лекция, действительно, посвященная аспектам взаимного познания. Когда такая, на что бы стоит обратить внимание, это способность меняться, готовность меняться. Потому что часто сейчас уже от разведенных людей можно услышать такую фразу. Я не хочу меняться, я хочу, чтобы меня любили такой, какой я есть. Это, в принципе, крах всему. Потому что если девушка замечает, что парень на каждом свидании покупает себе бутылочку или две пива, то это может быть уже какой-то такой сигнал о каких-то зависимостях в дальнейшем, несовместимые такие травмы, несовместимые жизни будут в браке. И если она озвучивает свою тревогу, он ей отвечает как-то в грубой форме, что это не твое дело, и ты мне там кто? Учительница или мама ты мне? Таким образом он говорит, что я выбираю не тебя, не наши с тобой отношения. Если он озвучит, что да, действительно, есть такая проблема, и я буду стараться, и не просто буду стараться, если она в течение какого-то времени видит, что ни неделю не пил пиво, а что вот действительно год-два они встречаются, и он оставил эту встречу, тогда с таким человеком стоит строить отношения, потому что надежность очень важна, предсказуемость человека. А там, где нет вот этого желания и вообще осознания того, что брак это постоянная работа над собой, то там вот с человеком, который любимый, не такой, как и есть, ну невозможно построить отношения. А вот со стороны парня? Для девушки, наверное, важно, чтобы молодой человек понимал, что она не просто слушает его, что она его слышит, если он проявляет заботу о ней, там, одень шапку, да, фраза коронная, которую любят говорить мамы, и она игнорирует, потому что ей главная там красота и так далее, то вот из таких мелочей потом будут складываться вот эти конфликты, когда мы перестанем слышать друг друга и слушать. То есть обратная связь для девушки очень важна. Мы все-таки женщины более эмоциональны, вот, и способность вот тормозить себя, внутренне останавливать, и, как бы, наверное, скажу сейчас очень такую провокационную фразу, если мужчина чувствует, что с ней невозможно построить иерархические отношения в браке, я не говорю там, в патриархате средневековом, но все-таки иерархия, послушание, женщина тогда будет счастлива, когда все-таки она за каменной стеной, она замужем. Вот, если... А не когда она каменная стена, а муж там вью ногу. Да, или когда она решает уже, они только встречаются, она уже говорит в ультимативном тоне какие-то вещи, то здесь, конечно, молодой человек должен немножко так задуматься, сможет ли он оказаться сильнее. Хотя, опять-таки, есть исключения из правил, есть очень сильные женщины. И мужья, которым нужна мама, учительница, да. То есть тут разные уже... Что дает человеку, женщине, материнство именно в духовном плане? Ну, мне кажется, что вот раньше так было принято у нас говорить, женщина, которая была в положении, ее назвали не праздной. Вот. Праздность, мы знаем, мать всех пороков, да. То есть вот эта постоянная включенность, постоянное состояние такого вот правильной взволнованности, правильной тревожности о детях, исключает многие подвижки или такие возможности, когда женщина ищет себе приключений, назовем этих так, да. То есть ее ум, ее душа занята заботой, попечением о других людях. Вот. В принципе, как и бездетной матери, если она, как говорится, на своем месте, я встречала преподавателей бездетных, врачей, педиатров бездетных, которые служат людям, которые живут другим, то, понимаете, это все равно меняет душу. Дети, находиться рядом с ними, не становиться лучше, просто невозможно, потому что они нам преподают вот тот пример, что будьте как дети, да. Они так умеют прощать обиды, они такие вот настоящие. Да, потом, конечно, когда проходит возраст уже вот этот ангельский, да, вот, мы много чего видим в них, и агрессии, и какой-то жестокости неимоверной. Казалось бы, взрослый человек уже может себя контролировать. Но женщина спасается чедородием, наверное, потому что вот есть это чувство осознанности в жизни. Вот тут уже не сильно будешь растекаться по древу в мыслях, чувствах, у тебя есть четкий заданный курс. Ты должна успеть 10 дел за день, и да, может быть, кому-то покажется это скучным, нудным и совершенно неполезным обществу. Но, опять-таки, тут у нас у каждого своя свободная воля выбирать. Вы счастлива? Да. Счастлива, я, ну, не знаю, я с ужасом думаю, что я могла оказаться в другом месте, и не в том время, когда встретила своего супруга. И семейная жизнь, конечно, это колоссальное испытание. Это там, где твой эгоизм умирает многократно в течение дня. Но хорошего все равно намного больше. Виктория, вам огромное спасибо. Заедине. Всего нашего телеканала. Вот, за такое солнечное, яркое интервью. А с нами сегодня в студии была Виктория Могильная. Мама восьмерых детей, православный публицист. И вместе с Викторией мы были бы очень рады, если бы каждый из нас сегодня позвонил своей маме. Позвонил или зашел. А если мама далеко, просто помолился о ней. Потому что мама – это, наверное, единственный человек на планете, которому от нас ничего не надо, кроме любви. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok